Привет! Компания «АвтоСтронг» – это команда профессионалов, которая подберет нужную запчасть для вашего автомобиля, а наши быстрые, точные и вежливые водители доставят вам ее вовремя. Мы очень дорожим нашей репутацией и постоянно совершенствуем наш сервис. Поэтому, пожалуйста, добавьте отзыв в Google либо Яндекс о работе нашей компании и о наших сотрудниках. А сегодня мы разберем тот автомат, который вы опять же просили в комментарии. Итак, встречаем – iSyn 6041SN. Автоматическая коробка переключения передач iSyn 6041SN выпускалась с 1998 по 2011 год. Ставилась на такие автомобили, как Opel, Chevrolet, Suzuki, а также на модели других марок с объемом двигателя до 1,8. Конструкция данного автомата типичная для четырехступенчатых автоматов для переднего привода, а передаточные числа передач формируется одним планетарным рядом равенье. В конструкции этой коробки 5 пакетов сцепления фрикционов, а также одна тормозная лента для барабана заднего хода. Данная коробка умеет автоматически включать нейтральную передачу. Когда машина стоит 2 секунды, педаль тормоза нажата, а селектор в положении drive, коробка включает нейтраль. Для включения нейтрали отключается пакет сцепления переднего хода. Если автомобиль стоит под уклоном, то коробка удерживает автомобиль от скатывания и не включает нейтраль. Адаптивных функций данный автомат не имеет, но при активной езде может работать в соответствующем мощностном режиме, то есть включить что-то наподобие спорт режима. Таким образом она позволяет ускоряться более агрессивно и переключать передачи на более высоких оборотах. В зимнем режиме этот автомат трогается с третьей передачи. Третья передача прямая, то есть передаточное число у нее 1. Производитель не регламентирует замену масла в этой коробке, но не лишним будет освежать его каждые 80 тысяч километров. На протяжении всей жизни коробки тип масла менялся. Изначально до 2000 года в эту коробку заливалось минеральное масло типа Dextran 3. Затем после 2000 года заливалось масло Toyota T4. А вот после 2005 года продвинутая синтетика Toyota WS. При замене масла фильтр в этой коробке не меняется, потому что он находится далеко в недрах. До фильтра добираются только лишь когда ремонтируют коробку. А сегодня мы до него доберемся. Коробка Aisin 6041SN радует надежностью. Ещё бы, ее устанавливали с двигателями не очень тяговитыми, которые передают на нее до 180 ньютон-метров крутящего момента. И она без каких-либо проблем может пройти и 300 тысяч километров. Основные проблемы вызывают износ муфты блокировки гидротрансформатора. Следует отметить, что более поздние коробки настроены быстрее и немного иначе. То есть они более отзывчивы и более интересны для водителей. Но из-за этого соответственно возросла нагрузка на фрикционы, и они тогда быстрее изнашиваются активными водителями. Гидротрансформатор – первый узел, который может потребовать переборки. Изнашивается фрикционная накладка муфты блокировки, и вместе с этим может потечь сальник. Если сальник потек, то значит на переборку. Нередко продукты износа накладки блокировки выводят из строя маслонасос. И тогда надо его менять на новый либо же на хороший бэушный из АвтоСтронга. Сегодня, как вы уже поняли, мы разбираем коробку. Но как же мы будем разбирать коробку без Сереги? Привет. И мы начинаем нашу разборочку. Как видите, гидроблок здесь находится под алюминиевой… Как видите, гидроблок здесь находится под алюминиевой крышкой. Сейчас Серега его снимет. Ну а пока Сергей разбирает, мы обнаружили здесь вот такую дичь. Сейчас будем разбирать дальше и посмотрим, что там настолько износилось. В гидроблоке 5 соленоидов. Два из них отвечают за включение передач, один за включение автонейтрали, один за блокировку гидротрансформатора и один за все линейное давление в КПП. Ну а за перенаправление потоков трансмиссионной жидкости отвечают 10 клапанов золотников. Вот они находятся здесь прямо в гидроблоке. В гидроблоке два слабых узла, которые работают под большой нагрузкой. То есть это клапан линейного давления и клапан блокировки гидротрансформатора. Стоит заметить, что ресурс более поздних коробок меньше, потому что они ускорены. То есть быстрее изнашиваются фрикционы. То есть продукты износа фрикционов забивают каналы гидроблока, препятствуют движение золотников, а также могут вызвать перетекание АТФ между соседними гидравлическими линиями. Датчики скоростей валов, вот этот и вот этот, ходят неплохо. Обычно выходят из строя на фоне больших пробегов, а также перегрева трансмиссии. Представляем вам барабан переднего хода. И наконец-то мы нашли спаленный пакет фрикционов. Они здесь маленькие и их всего три штуки в комплекте. Собственно, вот так и выглядят убитые в хлам фрикционы. Они черные и виден износ на стальных дисках. И, кстати, именно это сцепление размыкается, когда коробка включает автонейтраль. А дальше мы видим барабан третьей и четвертой передачи. Сейчас мы его достанем и посмотрим, в каком состоянии сцепления у него. На первый взгляд этот пакет выглядит обнадеживающе, но что мы здесь видим? Вот так выглядят расслоившиеся фрикционы. А это говорит о том, что в коробке был антифриз. Такое происходит из-за гликоля, который присутствует в антифризе. Дальше по конструкции идет муфта свободного хода. Ее корпус является хабом, а также шестерней планетарного редуктора. Как я и говорил в начале, всеми передаточными числами этой коробки заведует вот этот редуктор Ravignon. Он двойной. Здесь два солнышка и два пакета сателлитов. И вся вот эта шляпа вращается вот в этой шляпе, которая является коронной шестерней. Дальше мы видим фрикционы передач первой и второй и заднего хода. Обратите внимание, насколько они здоровые. То есть они предназначены для передачи более высокого момента. По состоянию здесь в принципе все ок. Но мы знаем, что в этой коробке был антифриз. Значит эти фрикционы на выброс. Располовинили коробку. В этой коробке обычно по корпусам никаких вопросов нет. И здесь мы ничего плохого не видим. Это входной вал, это маслонасос, это ведущая шестерня, которая передает крутящий момент на шестерню дифференциала. А теперь все внимание вот сюда. Хаба! И это у нас паркинг. Здесь же находится тот самый масляный фильтр, который не меняется при замене масла, потому что он находится вот здесь. И чтобы до него добраться, надо просто располовинить коробку. Насос у нас нульцевый, стружки никакой металлической в масле не было и поэтому ничто его не задирало. А вот это тот самый барабан заднего хода с тормозной лентой. На первый взгляд лента в хорошем состоянии. Но мы помним, что вот этот материал это фрикционный, то есть бумага. И от старости, если мы присмотримся чуть ближе, мы видим трещины. Внутри барабана заднего хода находится сцепление заднего хода по состоянию норм. Но мы помним, что все фрикционы идут в утиль из-за наличия в коробке антифриза. Откуда в этой коробке антифриз? Дело в том, что эта коробка оснащена масляным радиатором. По вот этим трубкам масло уходит и возвращается из радиатора. Этот радиатор совмещен с основным радиатором двигателя. Там что-то где-то прохудилось и антифриз попал в масло. И здесь мы видим вот такую черную дичь. По факту это бумага, то есть продукт износа фрикционов и фрикционно-муфты блокировки гидротрансформатора. И, кстати, металлической стружки мы здесь не наблюдаем. Разборка закончена и сегодня мы разобрали вот такую простую и интересную коробку. Серега сказал, что она надежная, но иногда случаются неприятности с антифризом. Кстати, и не только с этой коробкой. Спасибо, было очень интересно. Если вы хотите знать о моторах, коробках и запчастях, то обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг». Субтитры создавал DimaTorzok